Стробоскоп. Да, теперь рассказываем про стробоскоп. Стробоскоп идет в комплекте с креплением. Вот с этим. С ним выбираем крепление. Достаем защитные ушки. Нам понадобится отвертка. Гостовок выходом панели стробоскопа. Розеты, как вы могли заметить, английского варианта. Так что вам понадобится переходник. У нас уже в демонстрационном варианте выведена обычная кнопочка, которая открывает и закрывает контакты. А у вас это будет сигнал со счета сигнализации. Провод, который будет получать сигнал от сигнализации. С помощью одного болта откручиваем панель и у нас перед глазами панель входа-выхода. Как вы можете видеть, питание также 12 вольт и земля. Плюс-минус. К этому питанию вы можете подключить любое устройство, работающее 12 вольт, не больше 100 миллиампер. Это источник питания, правильно? Это именно источник питания, который может питать звуковой барьер, если они работают в тандеме, чтобы отдельно не покупать на звуковой барьер источник питания 12 вольт. То есть мы подключаем в одно устройство? Да, выключаем сюда, чтобы было понятно. Значит, здесь 12 вольт у нас из земля, здесь 12 вольт также из земля. При параллельном их включении можно запитывать один от другого. Здесь все также, входы сигнализаций. Их может быть два сигнала. У нас сейчас здесь кнопочка, замыкает-размыкает. Да, эта кнопочка работает, разключает-выключает стробоскоп. В вашем случае это будет сигнал от панели сигнализации, да. Еще в стробоскопе есть один ряд DIP-переключателей для его времени настройки его работы или времени задержки работы. Сейчас я покажу, где. Вот сбоку на его крышке вы достаете и увидите 4 DIP-переключателя. Подробную инструкцию по их пользованию написано в инструкции. Это настраивает время работы, время задержки. Все очень подробно написано в инструкции.